Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Перед своей разлукой с апостолами Господь говорит с ними о последних судьбах нашего мира, рисуя им те апокалиптические и предапокалиптические видения, которые чем дальше, тем более осуществляются и сбываются в нашей истории. Он говорит, однако, чтобы ученики его, а значит, не только апостолы, но и мы с вами, не ужасались этому всему, потому что этому всему надлежит быть. Он говорит, когда услышите о военных и военных слухах, не ужасайтесь. А мы с вами можем добавить, когда услышим о захвате храмов, о захвате Киево-Печерской лавры, о том, что люди обезумели настолько, что уже не знают, что такое мужское и женское начало в человеке, но перемешивают это друг с другом, не знают, что такое добро и зло, и объявляют грех чем-то нормальным и естественным для человека. Когда услышим об этом всем, мы не должны ужасаться. Господь знает обо всем этом, но, давая человеку изначально нравственную свободу, дает возможность каждому так или иначе проявить ее в своей земной жизни. Он изначально уже предвидел развращение нашего мира и знает, что в этом развращенном мире христианину чем дальше, тем труднее становится жить. Однако, говоря, что христианам становится труднее жить, мы не должны думать, что им становится жить невозможно. Конечно же, возможно, потому что ничего невозможного Господь от нас никогда не ожидает и не требует. От нас зависит только свою собственную свободную волю выстраивать таким образом, чтобы всегда избирать одно лишь добро, а не зло. Но правда и в том, что в нашем мире очень трудно отличить бывает добро от зла, потому что они смешаны друг с другом так тесно, что, как в притче евангельской о пшенице и плевелах, очень трудно разобраться, где пшеница, а где плевелы. Поэтому в притче этой Господь и вразумляет нас, чтобы мы не торопились решать, кто здесь пшеница, кто плевелы, но рассуждали только в своей собственной душе об этом и рассуждали, ориентируясь на заповеди Христовы, на святоотеческое толкование их и на голос своей собственной совести. Плевелы и пшеницы растут прежде всего на земле нашего собственного сердца. И сегодня, в Великий Понедельник, в другом евангельском чтении, на утреннюю уже читался тот эпизод, в котором Господь, указывая Своим апостолам на смоковницу неплодную и, проклиная эту смоковницу, дает образ того, что может произойти с человеческой душой, которая не приносит добрых плодов. Вот почему, если в окружающем мире мы не должны решать, где пшеницы и где плевелы, не должны решать, кто достоин похвалы, а кто порицания, потому что мы не знаем внутреннее сердце человека, то вот в нашей собственной душе мы имеем не только право, но и обязанность рассуждать и различать добро и зло и тем самым делать свою душу плодоносной, не допуская того, чтобы она уподобилась той неплодной смоковнице, о которой сегодня Евангелие повествовало на утренней. Не будем ужасаться этих апокалиптических вещей, которые нас чем дальше, тем больше окружают, но будем делать то немногое, что в наших силах, помня, что Господь ждет от нас верности в малом. Не будем обольщаться, что мир наш когда-нибудь вылечится, выздоровеет и придет, как говорится, в норму, и этого уже не будет. Но наша задача в этом несовершенном мире, тем не менее, прийти ко Христу, преобразить себя, воспитать себя и через это воспитать и наших детей, и всех наших близких, более всего своим примером, помня о том, что это возможно в любую эпоху, независимо от того, что происходит вокруг. И как хорошо, сказал, афористично выразился отец Серафим Роуз, уже позже, чем вы думаете. Поэтому спешите творить дело Божие. Аминь.